Да, пожалуйста. Виктор Нехетин, BBC. По поводу беженцев. Считает ли МИД России, такие страны, как Сирия, достаточно безопасными, чтобы высылать туда мигрантов, которым Россия отказывает в предоставлении статуса беженца? Вы просто... Это фантастическое какое-то извращение ситуации, которое я слышу в вашем вопросе. Я понимаю, что, видимо, как страна, мы несём ответственность за всё. Нет, 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 я могу объяснить вопрос, если можно. Я просто хотела бы, сколько скоро вы заговорили о проблеме беженцев и проблеме Сирии, я бы хотела сказать о том, где действительно эта проблема набирает просто какие-то катастрофические, угрожающие обороты. И это отнюдь не Россия. Я просто хотела вам напомнить, я понимаю, что вы, как BBC, наверное, больше занимаетесь Россией, но я хотела бы вернуть вас в Европу. И я каждый день, наверное, как и вы, смотрю кадры, ужасающие кадры того, что творится с потоками беженцев в Европе. Сегодня я видела, как уже те люди, которые приехали туда, как уже начинают рожать детей на улицах. Вы представляете, в каких условиях, да, когда штурмом берутся поезда, вообще всё это напоминает, конечно, ситуацию после Второй мировой войны, вот так вот примерно. Конечно, масштабы ещё не совсем те, но по динамике, по тенденции это очень похоже. И, честно говоря, вот с удивлением и с очень большой беспокойностью мы наблюдаем вот эту проявившуюся откровенную беспомощность Евросоюза в связи с наплывом беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. И это, по-моему, очевидно всем, что вот этот небывалый кризис с беженцами является прямым следствием абсолютно безответственной и непродуманной политики смены политических режимов в регионе. Я, вы знаете, даже себе выписала, не все разделяют эти оценки, многие до сих пор считают, что и называют, кстати говоря, этих людей не беженцами, а мигрантами. Что тоже очень интересно. И многие считают, что проблема беженцев никаким образом не связана с политикой западного государства на Ближнем Востоке. Я начала себе выписывать альтернативные мнения на этот счёт европейских представителей, которые, мне кажется, очень здравыми. Вот, например, федеральный канцлер Австрии, господин Файман, считает, что наилучшим вариантом была бы не только борьба с организованными группами перевозчиков-мигрантов, но активизация усилий по прекращению боевых действий в конфликтных регионах. То есть то, что мы говорили на протяжении многих лет, начинает, наконец, проявляться в заявлениях европейских политиков. Вот, например, оценки Ватикана. Госсекретарь Ватикана, господин Паралин, он сказал, что нынешняя трагедия, охарактеризовала то, что творится в Европе именно как трагедия, имеет глобальный характер. И что в силу продолжающихся военных действий в Сирии, проблема сирийских беженцев характеризуется особой остротой. Вот, например, наши болгарские коллеги, да, министр иностранных дел Болгарии, господин Митов, призвал бороться не только с последствиями, но и с коренными причинами этого явления. В первую очередь, с деятельностью ИГИЛ. Он выразил, ну, как бы, да, историю создания ИГИЛа я здесь напоминать не буду, вы, наверное, без меня знаете. Он выразил опасение, что все меры, предпринятые до сих пор, не создали условий для ослабления туристической группировки. Напротив, исламское государство продолжает расширять контролируемую им территорию, выстраивать на ней свою квази-государственную архитектуру и так далее, и так далее. То есть, начинает все-таки проявляться вот это понимание, откуда произошла трагедия с беженцами. И я вот хочу, просто отвечая на ваш вопрос, сказать, что люди, которые бегут в Европу, они боятся оставаться в своих странах, которые охвачены вооруженным противостоянием и борьбой с терроризмом. И в результате этого эти страны просто переживают социально-экономическую деградацию. В этой связи у нас вызывает обеспокоенность поспешное использование, кстати говоря, раскрутка, а не просто использование, раскрутка некоторыми членами Европейского Союза применительно к этим людям термина «незаконные мигранты». В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о статусе беженцев, она была принята в 1951 году, и в соответствии с протоколом, касающимся статуса беженцев от 1967 года, ситуация в Ближневосточном и Североафриканском регионе дает основания квалифицировать этих лиц именно как беженцев. Таким образом, у государств-членов Европейского Союза возникают международные обязательства в отношении этих людей. И мы выражаем сожаление, неспособностью, я не думаю, что нежеланием, надеюсь, что это не нежелание, а просто неспособностью Евросоюза принять эффективные меры по размещению, оказанию необходимой медицинской помощи, организации питания этих людей. Эти люди оказались в Европе не по собственной воле. Их государства разрушены или на грани разрушения, коллапса. И мы рассчитываем, что страны Евросоюза в соответствии со своими международными обязательствами не допустят продолжения нарушения прав беженцев и должным образом обратятся к искоренению причин нынешнего кризиса. Что касается вашего вопроса, у меня тоже, знаете, задело относительно того, что там Россия как-то не так что-то там делает. Я просто вам хочу напомнить цифры, но я надеюсь, что вы их сами можете найти. Относительно тех усилий, которые Россия предприняла по размещению на своей территории более 900 тысяч человек с Украины. Из них более 400 тысяч квалифицируются как беженцы. Эти люди получили здесь кров, питание, пособие. И поэтому, извините, мы прошли через это и проходим через это. И все международные организации, которые занимаются правами человека, претензий к Российской Федерации не имеют. И я думаю, что Европе, в принципе, можно было бы и поучиться у нас в этом вопросе. Еще раз говорю, для нас вопрос с перемещенными лицами и их обустройством – это вопрос не теоретический. Мы на своем жизненном опыте знаем, что это такое из недавней, буквально годичной истории. Пожалуйста.